Капсан пендрявый. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Красноярский связной. Что, реальное радио? Да, луна почти полная. Сегодня ночь с 6 на 7 мая 2020 года. 355 день карантина, который в России никто не объявлял. Называется это так называемая, именно так называемая самоизоляция. Никаких ЧАЭС, никаких военных положений, никаких выплат. Сосите, ну кто что, кто свеклу, кто огурец, кто гречку. В общем, сосите. Значит, какая обстановка сейчас в мире? В Москве около 900, примерно, около, правильно сказать, 900 погибших. Кстати, тут Медуза запустила какой-то тестик из 28 штучек на проверку вашего джентельмены или джентльмены. Ну и так далее. Кстати, неплохой тестик. Действительно, там такие очень типовые ошибки, типа подскользнуться, поскользнуться, скрупулезный, скрупулезный. Ну и так далее. Если интересно, может быть, вы его и найдете. В России считается 1500 погибших официально, заразившихся официально, именно там по тестам. Это 165 тысяч примерно на момент записи вот этого вот ролика. Примерно столько же в Германии. И того же, стоящее, седьмое место Россия делит. Ура, товарищи. Ура, это, конечно, вы поняли, что ни хрена это не ура. Это печально. Как долго это продлится, абсолютно непонятно. Вот прям, как говорят от слова совсем. Некоторые люди не любят этот оборот. А я, например, не люблю оборот в общем и целом. Или по той простой причине. Разные бывают обороты. Странные. Они даже иногда выдают местность, из которой человек вышел в Россию. Это как итальянцы. Или ты из Сицилии, или ты из Бергама. А? Разница? Колоссальная разница. Вы как из разных стран. В Германии, значит, скоро уже начнут футбольные матчи катать. В Беларуси их и не заканчивали. В Беларуси, Швеция, вы знаете, на острие. Ну, по умершим в Швеции уже достаточно много. Около трех тысяч. И, тем не менее, они хотят приобрести так называемый стадный, он же коллективный, иммунитет. Возможно, они правы. Время покажет. Так же и Лукашенко говорит приблизительно, что время покажет. А то тыкать-то все тыкают. Сегодня я смотрю, какого-то товарища с Первого канала отослали. Ну, если это не вранье. Отослали обратно к себе, высвоясь из Беларуси за то, что он там что-то там сказал. Плюс еще какой-то миллиардер на 86-м месте в списке Форбс из России. То ли застрелился, то ли не застрелился. Это, в общем, пистолет ГЛОК. Кстати, очень надежный пистолет. Ну, вероятно, австрийский. Австрия. Это лайк. Что вообще происходит? 70 примерно тысяч или 74 тысячи уже умерло в США. Соединенные Штаты чего? Нет, не России. Соединенные Штаты Америки. Далее. Где-то по 30 тысяч умерло в, внимание, Великобритании. Теперь она вышла на первые роли. И именно из Великобритании и России не будут пока что туристов пускать в Турцию в конце мая, начале июня. Может быть, даже в июле. Какие-то паспорта здоровья в Греции выдумают. В общем, какая-то такая лажа. Ну, так вот. Примерно 30 тысяч в Великобритании. Примерно 30 тысяч в Италии. Все-таки Италия чуть-чуть с большим, по-моему, накатиком от Испании. Но в Испании и во Франции также много. Там под 30 тысяч. В принципе, вот прям глобально 25 или 30 тысяч, это уже, понимаете, смерть одного – это трагедия. Смерть многих – это статистика. Вот такая горькая штука. Что здесь можно сказать? Все это дело может затянуться. Вакцины могут вообще никакой не придумать. Каким образом выходить из положения – непонятно. Возможно, 9 из 10 людей это вообще не коснется. Но вот того, кого коснется, причем сильно, то это может закончиться и смертью. Потому что сейчас уже что-то около 200, то ли 60, то ли 270 тысяч уже умерших. То есть, вообще-то говоря, это солидно. Это не сказать, что огромное количество в рамках понятия населения планеты. Но тем не менее, я уже повторюсь, что та неизвестность, которая несет какая-то болячка, она, конечно, пугает. Касаемо того, кто еще боится. Например, Познер Владимир Владимирович. Созвучное такое имя. Владимир Владимирович кто? Нет, не Маяковский кто. Нет, не тот самый. А Познер. Значит, про Познера чуть позже. Там заготовочка такая. Тимати. Провластный товарищ. Ну, по крайней мере, так позиционируется где-то. Есть еще такая товарищ Собчак. Не знаю, как она позиционируется, но ее вещи смотреть сначала было чуть-чуть интересно. Потом все-таки нет. Вот то, что она хочет из людей вынуть что-то, на что-то их вывести. То, что она все-таки не искренно в своих... То есть, она может говорить, что она искренняя, но это не чувствуется. А дудец? Дудь-то. И дело не в Беслане, в Колыме. И дело даже не в Силиконовой или Кремниевой, если по-русски, долине. Дело все-таки в том, что он как-то все это делает искренно. По крайней мере, так это мне видится. По поводу Тимати. Никогда к нему никак не заходил. Он тут, смотрю, у него есть пост в Инстаграме. Смотрю, опа, у него даже 15 миллионов. Думаю, дай-ка я гляну, что это... И случайно вот на то, что он подобосрал Собчак. Ну, при этом не написав ее имени, но это не важно. Там что-то с гуфом какая-то хрень. Так вот, смысл-то в чем? Комментарии какие были? Комментарии невероятно печальные. Типа, о, да ты ее уделал, да там то-се. Некоторые иностранцы подумают, ну вот, один миллионер на другого наезжают. Ну вот, хайпуют там. То есть лучше отрицательная слава, чем вообще ее неналичие. Так вот, дело-то в том, что это все некрасиво. Вот, например, Дудец, если даже взять, да? Юрий Дуди. Что он делает? Он дует. И дует, и дует, и дует, и дует. Он и самокритику включает мощную. И самоиронию. И вообще дует как надо. Не тупит, кстати. Вот, а тут вот товарищи, как бы, ну, несколько иные, наверное. Ну, что мне позабавило у Тимати, то, что он какой-то ионизатор с шильдиком. Ему, типа, подогнали. Такой подгон босяцкий сделали. Меня так это позабавило. И, в общем-то, это все, что меня интересует. Да и это не интересовало. Но все-таки, ну, хотелось посмотреть. Вот почему-то он это рассказывал, знаете, довольно приятным. Голосом, в принципе, приятно рассказывал. У меня к нему вообще никакого отношения. Я бы, так сказал, скорее нейтральное. Конечно, если СМИ навязывают отрицательное к нему отношение, такое может быть. Но неважно. Лучше нейтральное отношение, правда. Видел, кстати, его один раз. В его же бургерной. Ну, точнее, он туда заходил. На Новом Арбате. И один раз в жизни я у него там был, именно ел. Впрочем, и был, и ел я там один раз. Не было такого, чтобы я туда зашел, не поел. Или, чтобы я там поел больше, чем один раз. Ну, как-то так. Вернемся. Значит, вывод. Не надо особо людей обсирать. Ну, это не круто. Или комментировать под видео, под Ютубом, что вот там все дерьмо, еще что-то. Как говорил Пивоваров, в том числе Пивоваров. Критикуешь, предлагай, да? Кстати, Пивоваров вообще, конечно, красава. Вот его канал-редакция и канал ВДУТЬ, наверное, наиболее такие смотрибельные на Ютубе, на русском. Всякая лажа там про всякие челленджи, про вот всякое подобное, вот эта вот муть, это, конечно, жопа. Но, видимо, молодым, особенно очень молодым людям, вероятно, нравится. Ну, раз это смотрят. Я не могу сказать, что это печально. Это для меня, может, печально. Но на самом деле, ну, как бы, ну, ну, вот так вот нравится. Ну, что поделать. Лишь бы там не было чего-то деструктивного, да, или там учащего совсем плохому. Люди просто экспериментируют. Люди, когда очень молодые, они стремятся, ну, на максимум. И их максимум выплескивается, кстати, я думаю, ну, может быть, в 22-25, вот там, 27 лет. Ну, максимум, мне кажется, вот даже 22, вот у меня такое ощущение, пик. Так вот, вернемся к Познеру. Видел я его вживую всего раз. Примерно минут 40 я его наблюдал. Наблюдал я его в магазине Библиоглобус. Вот, так сказать, он там деньги зарабатывал. Ну, назовем это своим языком. То есть он немножко поразговаривал, что-то там поотвечал, что-то там с армянами было связано. Бесспорно, он очень приятный тип. Я смотрел не так много его интервью, но, наверное, больше, чем среднестатистический человек. Где-то 40 или 50 интервью я его смотрел. Не все гости его интересны, или там даже, может, многие неинтересны. Не знаю. Так вот, он Гордуну вчера сказал, ну, точнее, на Ютубе оно вчера вышло, сказал, что ему наиболее интересно с ВВП пообщаться. То есть тоже с Владимиром Владимировичем. Ну, якобы он будет задавать какие-то неудобные вопросы. И вот тот товарищ сразу-то и... Может быть, ему это все и не надо. Вот. Ну, какая-то такая система. В то же время Навальный, которого через Венедиктова послала Захарова, а Венедиктова... Накой. Условно говоря, Накой. Все это знают уже. А у того самого Венедиктова, который Ознер считает наиболее интересным интервьюером. Так вот. Ух ты, какой поездок-то едет. На чем мы там останавливались? Я, честно говоря, так могу и мысль потерять. А, вот мысль-то какая. Навальный, в общем, подобокакал товарища Познера. 86 лет. 1 апреля исполнился с 2020 года Владимиру Владимировичу Познеру. Блин, его фильмы про Скандинавию, про Германию. Это просто нечто. И он даже многие мысли из этих же фильмов своих же и черпает в ответах на приблизительно одни и те же ему вопросы. И про Финляндию, что это не Скандинавия, но тем не менее это круто. И про, конечно же, Норвегию и Данию. И что в Дании круто жить, но круто да не круто. Потому что кому-то это скучно. В общем, почему-то Навальный решил обосрать Познера в том плане, что он сказал, что в трудные времена не надо пока что раскачивать лодку, ебтить. Потому что нам надо всем выбраться. Ля-ля-ля. А Навальный говорит, ну-ка быстро подписали петисьон про пять шагов, про двадцать тысяч. Кто-то говорит, что эти двадцать тысяч будут некоторым людьми, типа люди, может быть, туповатые, может, не туда потратят. Да, действительно, пойдут, коньячок себе купят, бутылочку за двадцать тысяч. Да, коньячки бывают и не только за двадцать тысяч. Бывают и за двадцать тысяч не только рублей, но и евро, дорогие друзья. Конечно, нет. Конечно, нет. Наверное, деньги бы стоило раздать, потому что считается, что это деньги все-таки чьи, понятно, вроде как народа. Но у нас страна особенная. Еще и какие-то законы всякие повыпускали или выпустят, или выпускали там про какие-то критики власти. В общем, как я в начале видео сказал, всем нужно сосать боню. Ну или огурец. Вот такая вот печальная тема. Ну, что здесь сказать? Мне важно было ночью прогуляться. Я два дня уже сидел, засиделся. Сидел, сидел да засиделся. И решил, что надо бы мне немножечко выйти прогуляться. Вот сегодня 355-й день так называемого карантина. Итого, что там по обстановке в мире? Давайте еще раз вернемся. Заболевших много. Но в Европе почти везде скоро будут какие-то послабления и постепенный выход. В России тоже объявили постепенный выход, но когда он начнется, непонятно. ИВЛ, казалось бы, да, ИВЛ, ИВЛович. Но непонятно, помогают ли они и насколько это вообще эффективно. То есть такое ощущение, что это заболевание, знаете, есть такое заболевание, очень известный псориаз. По каким-то версиям, вроде бы им даже Черчилль болел, и Сталин, и вообще много кто. И что оно аутоиммунное, и каким образом оно излечивается, абсолютно непонятно, но тем не менее есть какие-то моменты. Мне даже кажется, что здесь сахар, причем. Есть один из, по-моему, кстати, Дании, блогер русский. Очень приятный товарищ, очень молодой. Вроде бы Рома зовут, а может быть нет. Но смысл в том, что он говорил про сахар недавно на Ютубе. Учитывая, как он интересно поддает информацию, я решил посмотреть. И вывод примерно такой. Да, без сахара как бы можно жить, и это даже круто. Но типа можно и с ним, и никак это сильно конкретно на него не влияет. И сделал он вывод, что может он сильно молодой, на него не влияет. А так-то, конечно, кому надо похудеть, или кому нужно за здоровьем там последить. Или у кого это вообще какая-то статья привязанности, зависимости, то, наверное, стоит убрать сахар. Но не ту самую глюкозу, фруктозу, сахарозу, которая поступает к нам из фруктов, овощей, а ту, которая вот именно чуть ли не в прямом виде. Ну, конечно, давайте понимать, что это в основном кондитерка. Всякие булки, тортики и т.д. И, конечно же, сам чистый сахар. Песок, рафинанс, неважно, чистый сахар. Вот. Наверное, да. Наверное, сахар это не круто. И он влияет часто отрицательно. Тем не менее, если он природный, так называемый, наверное, он влияет все-таки положительно. Ситуация, да, не очень простая. Хотя, как дальше быть, тоже не совсем ясно. Ну, честно говоря, как говорится, если ты богатый, то станешь богаче или уж точно не беднее. А если у тебя печалька печальная, причем нереальная печалька, ну, конечно, несопоставимая с теми, что сейчас сыр дарья или там что-то такое, да, куда-то растеклась там частично. Это вообще полная задница. Или там Тулун в Иркутской области. Вот такие вот моменты прям с ног сшибательные. А тут, ну, да, без денежей, да, непонятно, как зарабатывать многим. Потому что, в принципе, невозможно нигде работать. В общем, как-то действительно везде это обсуждается, что кинули и кинули. Круче всего канал преподается именно редакцией. Значит, вот этот вот видосик мой, безо всяких там вообще спецэффектов, без всяких склеек, вот просто вот иду и разговариваю, да. Он зачем? Вот будет 2030 год. И мы такие, 10 лет назад что было? Ну, 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 что было 10 лет назад? Вот, понятно, как он разговаривал. А, вот так вот. Может, я сам про себя буду так это. Я, бывает, дома танцую иногда. И мне приятно посмотреть на то, как я танцую. Просто невероятно. Это правда. Зачастую приятно на себя смотреть. Да. Ну, наверное, мы закончим это дело. Давайте еще раз повторюсь. Сегодня 7 мая 2020 года. Последние деньки был только дождь. Кстати, это довольно приятно. Мне нравится дождь. Особенно сейчас. Такое настроение мутное. Но очень к теме. Тема занятия. Дождь весенний. Но осень мне еще больше нравится. Ладно. Такая ситуация. А, забыл про ковид сказать, что самый большой показатель смертей на уровень, то есть уровень на долю населения. Это какие-то заговорки. Правильно говорить. Доля смертей на все население страны. Ну, вот и молодец. И что? В Бельгии по-прежнему. Да, по-прежнему в Бельгии. Там что-то около. Ну, уже 700 вроде бы. Это что означает? Это означает, что как бы чуть ли не каждый тысячный. То есть 0,1% населения умерло от вот ковида-19. Да, конечно, прикол. Да уж. Прикол, конечно. Да не прикол. На втором месте, по-моему, там идет Испания. Так и в Испании чуть поменьше живет, чем в Италии людей. В Италии где-то 65 миллионов, да? В Германии где-то, может, 80, может быть, так 4. Ну, что ж, ждем. Я видео делаю, наверное, то ли второй, то ли третий раз, вот подобное. Да-да-да, третий. Потому что, ну, не все же время ходить и о чем-то размешать. Ну, так вот, все-таки, что еще сказать про Познера? У него два раза был рак. Он готов был себя убить в случае, если ему не нашлась бы операция в городе Бохум, Германии, с мешочком. Если бы он ходил, в итоге он бы этого не делал. Про прах, конечно, было сказано над Парижем. Кто-то пошутил, что я так и знал, что Познер индейец. Не, ну а что? Ну, когда он сказал еще про калифорнийскую тему. Что можно и там урну закопать, если над Парижем не получится. В общем, два раза он был в очень близких шагах от смерти, не умер. И, видимо, не просто так, видимо, так надо, видимо, так положено. И надо сказать, что вот эти вот моменты меня несколько удивили. Это было новое. Я думаю, для многих было новое то, что он сигары закурил. Он минимум три скурил их в двухчасовом интервью Гордону. Главному интервьюеру Украины. И все я Руси. Вот. Еще был момент про то, что, типа, Украина и Россия не братские народы. Ну, вот так он выразился. Но причем любую точку зрения свою он обосновывает. И из-за этого его некоторые называют скользким. Не знаю, в любом случае он приятный. В любом случае то, что у него есть свои позиции, это лайк. Вот. И тут, как бы, пусть кто хочет, тот что и думает. Но я вот говорю, что человек все равно уважаемый. Навальный? Хрен знает. Конечно, я слежу с Навальным, Ройзманом. По чуть-чуть слежу. Не то, что каждое у их движения. Потому что, ну, зачастую у них все одно и то же. И скучновато, конечно. От слова пресно. Вот. Но их идеи, они же как бы, ну, долбят-долбят для того, чтобы именно попасть в какую-то точечку. То есть потихонечку, потихонечку точат, точат. Может быть, где-то там и заточат. Вот тот же, если брать Егор Жуков. Вот. Он точит вообще забавно. По крайней мере, это невероятно приятный парнишка. Неплохо разговаривает. Лет ему совсем мало. Он живой. Он весь такой... Почти чичваркин. Итак. Давайте, друзья, пока. Это был временной срез под названием Капсан-Пендрявый. Оценили?